Итоги информационного дня подводим на телеканале Россия 24. Это Вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Почти миллиард рублей инвестиций и десятки рабочих мест в Заволжье начали строительство нового производства композитных материалов. Онлайн-каникулы из-за пандемии оздоровительные лагеря Ульяновской области начали работать в новом дистанционном режиме. И гладить жизнь источник вдохновения и сердце поволжских городов сегодня в России отмечают День Волги. Итак, за композитными материалами будущее. И такие будут изготавливать в Ульяновске. На площадке в Заволжье приступили к возведению лабораторно-производственного комплекса Всероссийского института авиационных материалов. У этого учреждения, занимающегося разработкой и производством композитных материалов для авиационной промышленности, уже есть представительство в регионе. Новый комплекс позволит увеличить мощности. Импортозамещение, потому что часть компетенции, ну это, я думаю, может тут руководители предприятия более подробно рассказать. Часть компетенций там за последние десятилетия были утрачены и это, в общем-то, восстановление. Объект планируется сдать 10 декабря текущего года. Мы уже надеемся, что в следующем году запустим серийное производство материалов. Насчет значимости, ну, объект, скажем так, значим, поскольку мы на данном объекте будем изготавливать материалы, именно полимерные композиционные материалы нового поколения. Стройку посетил Сергей Морозов. Губернатор отметил, что производство, связанное с авиастроением, особый объект для Ульяновской области, а местная власть заинтересована в развитии сотрудничества с Институтом авиаматериалов. Кажется, это очень актуально именно сейчас, когда президент провел недавно совещание по развитию авиастроения и авиации в Российской Федерации. Недвусмысленно было заявлено о том, что мы сейчас все больше и больше и быстрее будем переходить на российскую авиацию. Поэтому, конечно, мы с нетерпением будем ждать, когда вы откроетесь. Известно, что инвестиции в этот объект составили почти миллиард рублей, а работать здесь будут несколько десятков специалистов высокой квалификации. 18 тысяч ульяновцев уже получили президентские выплаты. Семьям перечислили по 5 тысяч рублей на каждого малыша до трех лет. Эту меру указан у главы государства ввели в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Процесс оформления многих документов стал проще. Подробнее Эдуард Истомин. Марина Митина – мама пятерых детей. Самому младшему Илье 4 месяца. Остальные ребята старше трех лет. Семья большая, расходы немалые, а у супруга проблемы с работой. Но пришла помощь от государства. Деток много. Сейчас доход очень сильно сократился. И у супруга тоже на работе сократили. Поэтому, естественно, это очень кстати. Денег нужно на питание. Это очень много. 5 тысяч рублей в месяц на младшего. Апрельскую выплату Марина уже получила. А еще будут перечисления за май и июнь. Остальным детям положены единовременные выплаты. По 10 тысяч на ребенка. Мама их оформила на сайте госуслуги. Проблем не было практически никаких. Кроме того, что у меня у двух детей буква «Е» в имени. А я заполнила как буква «Е». Я не могла понять, в чем дело у меня не проходило. То есть вот это вот все. Документов дополнительных никаких. Их не надо было. Нужно было только заполнить заявление онлайн. Также потребуются данные рождения ребенка и страхового номера индивидуального лицевого счета, сокращенно СНИЛС. К ним нужно приложить банковские реквизиты счета, на которые перечислят деньги. Так, ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей для семей с детьми в возрасте до 3 лет теперь будут осуществляться не только обладателям материнского сертификата, но и вообще всем семьям, родившим или усыновившим первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Семьям, у которых родится ребенок во втором квартале этого года, также положено 5000-е выплаты. Их можно оформить через личный кабинет в пенсионном фонде либо на сайте госуслуги. Десятитысячные выплаты на детей от 3 до 16 начнут давать с 1 июня. Они полагаются и воспитанникам детских домов. Заявление на их получение принимается до 1 октября в электронном виде на сайте госуслуги. К дистанционным урокам привыкли все, а вот про онлайн-каникулы слышали немногие. В Ульяновске началась летняя оздоровительная смена, причем стартовала она удаленно. Пионером такого необычного формата стала местная школа иностранных языков. Преподаватели называют опыт экспериментальным, но плюсы уже оценили. Каникулы цифрового режима в репортаже Павла Игнатьева. Темную часть нижней обязательно выравнивать, чтобы она была красивая. Движения кисти аккуратные и четкие. Краски ложатся ровными слоями. У самоспособных и усидчивых рождается первый в их жизни пейзаж. Кобики заложу. Даже на каникулах до обеда проваляться в кровати для школьников непозволительная роскошь. С утра подъем на традиционную зарядку. Домашние от занятий не отвлекают. Ну, почти. Совсем немного. В этом году летняя смена для Влада и Кристины, как и для других учеников образовательного центра, стартовала необычно. Удаленно, но весело. Они целый день заняты и вожатые. Постоянно меняются им. Это очень интересно. Ко мне даже не забегались сегодня. В роли вожатых выступают преподаватели школы и образовательный центр с иностранным уклоном. Даже на каникулах у детей по нескольку занятий в день. Каждый час расписан строго по графику. Сорядка, урок живописи, перерыв на обед и снова учеба. Мы, конечно, учитывали и тот аспект, что нужно как-то дать детям и образовательную часть. Не просто развлекательную, что они проводят свое время очень здорово и весело с вожатыми, но нужно чему-то их и научить. Конечно, в нашу программу входит и образовательный элемент, образовательные уроки, такие как программирование, английский язык, танцы. В условиях временных ограничений школа скорректировала свою работу. От уроков даже на каникулах родители отказываться не спешат. Пока все отдыхают, их дети подтягивают английский. К необычному формату привыкают и преподаватели. По факту тот же самый урок, только виртуальный. Есть определенные плюсы. Можно всем выключить звук, тишина в классе. Все слушают учителя, да? А во флайне такой опции нет. У нас все преподаватели радуются. Люди постарше с восторгом вспоминают детство в советских оздоровительных лагерях. Поколению нынешних школьников тоже будет о чем рассказать. А точнее спеть. Вот только песни для новых орлят зазвучат не из палаток, а из квартир жилых микрорайонов. Города по Волжии сегодня отмечают День Волги. Экологический праздник призван привлечь внимание власти и общественности к проблеме сохранения ценного природного ресурса. Каким образом оздоравливают воды Великой Русской реки на территории Ульяновской области? Репортаж Олега Тюрина. В прошлом году жители регионов, которые питают самая полноводная река Европы, били тревогу. Куйбышевское водохранилище обмелело до рекордных показателей. После спуска воды из экватории Внизовья разница оголела Волжские заливы. С обмелением связали и массовую гибель рыбы. Ситуацию выровняли. Вода снова покрыла обнаженные земли. Чтобы не допустить повторения, специалисты скорректировали объемы попуска воды Внизовья. Мы все-таки отстояли позицию нашу о том, чтобы сработка, то есть уход воды Внизовья и Волги была плавным и без резкого колебания. И в этом году резкого колебания не было. Ульяновская область входит в федеральную программу оздоровления Волги. К 2024 году власти ставят амбициозную задачу. Сброс загрязненных сточных вод сократить втрое путем реконструкции очистных сооружений. В этом году уже начато строительство станции ультрафиолетового обеззараживания в левобережной части. Стоимостью более 200 миллионов рублей. Работают сейчас в активной стадии. И это позволит обеззараживать стоки, не прибегая к хлору. То есть мы полностью сделаем технологию, по которой хлор не будет в реку Волга сбрасываться. Но не только серьезные технологии оздоравливают Волгу. Очищают реку и регулярные уборки побережья от грязи и мусора. Активисты проводят экологические акции. Профессионалы уже готовят места купания и отдыха к пляжному сезону. На центральном пляже города спасательные службы работают с начала недели. Буквально вчера со дна были подняты крупные бетонные плиты при помощи специальной техники. Уже сегодня дно исследуют более детально. Раз за разом в воду погружаются водолазы. Задача данной водолазной группы это проведение обследований и очистки дна на предмет поиска тех предметов, которые могут нанести угрозу жизни и здоровью граждан, когда они будут приходить, отдыхать на пляж или в места массового отдыха населения. Водолазам предстоит обследовать 30 тысяч квадратных метров акватории. На центральном пляже специалисты будут работать еще несколько дней, после чего силы перебросят и в другие места. Берега вблизи парка 40-летия ВЛКСМ Котлована в районе поселка Борьба и Свежского пляжа. После зачистки специалистами излюбленные места отдыха для горожан станут более безопасными. Вернулись в природу после реабилитации. В Кузоватовском районе выпустили двух солнечных орлов, которые прошли лечение. На кадрах видно, как хищник уверенно встает на крыло. Хотя еще полгода назад с переломом эта птица не смогла бы выжить в дикой среде. Лечение орел прошел в Симбирском центре спасения животных. Сотрудники признаются, пернатый пациент успел не только поправить здоровье, но еще и набрать вес. Вместе с ним на природу отпускают еще одного солнечного орла. Птицы полностью восстановились и готовы к самостоятельной жизни. Сотрудники центра отмечают, что в дикую природу возвращается большинство пернатых, которые к ним попадают. Ульяновские школьники собрали семейные реликвии и получили возможность участвовать во всероссийском конкурсе. Пока определили победителей и призеров регионального этапа. По замыслу организаторов, конкурс творческих работ должен приобщить подростков к традициям семьи, общества и государства, а также помочь в изучении исторического прошлого и культурного наследия страны. Заявки подали 160 школьников из 24 муниципалитетов. Лучших выбирали в двух номинациях сочинение «Рассказ эссе» и «Мультимедиа». Участники делились на две возрастные категории. Младшая группа с 7 до 12 лет, старшая до 17. В номинации «Мультимедиа» победителем признан выпускник лингвистической гимназии Платон Горкин. Например, чемодан моего прадедушки Рудилёва Василия Ивановича, который участвовал в военных действиях Великой Отечественной войны. Там находится очень много реликвий, которые мы очень бережно храним. Это и карты, и фотографии, и фотографии самих военных действий. Итоги всероссийского этапа подведут в конце лета. Сам конкурс приурочен к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Лучшие исследовательские работы представят на выставке семейных реликвий в столичном Центральном музее Великой Отечественной войны. Маленький костёр может стать причиной большой беды. В Ульяновской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Об огнеопасной обстановке и о том, что и кто, зачастую становится причиной трагедии. Сегодня речь пойдёт в программе «Тема дня». Гость в студии, заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области Алексей Павлов. Смотрите тему дня сразу после нашего выпуска «Вестей». Ну а у меня на сегодня всё. Спасибо за внимание. Увидимся. Добрый вечер. В студии Ирины Шмыговой сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от нуля до пяти градусов тепла. Ночью и утром местами заморозки до минус двух. В Ульяновске от нуля до плюс двух градусов. Ожидается переменная облачность ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый до умеренного. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Завтра днём по области от 15 до 20 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 17, плюс 19. На этом о погоде всё. Всего вам доброго.